Сегодня у нас в гостях Женя, тренер, а также сам по себе спортсмен и фитнес. Привет! Привет! Сегодня мы ему зададим вопрос. Женя, мы хотели бы, чтобы ты поделился, в первую очередь, какой твой рацион питания. Скажем так, сколько ты раз в день питаешься? Можно такой вопрос? Ну, сейчас, на данный момент, питаюсь всего там, ну, хаотично, то есть цифра неустановленная. Вот, это служит тем, что сейчас немного вышло я с режима, то есть есть другие цели в жизни, вот, осваиваю другую работу. Вот, из-за этого, получается, спорт отнес на второй план, вот, и питаюсь сейчас мало. Мало, то есть, ну, и, соответственно, тренируюсь мало. Как правило, когда, когда ты увеличиваешь себе тренинг, то, ну, калорий, калорий, да, калораж сразу вырастает, ну, значительно. Сейчас я кушаю мало, то есть порядка одного, там, два раза в день, вот так. Но обязательно ем утром, вот, так как утром, то есть, больше всего организм требует, ну, востребован в энергии, да, чтобы там, ну, в целом задать ритм последующего дня. Вот, и, ну, утром это, как правило, обязательно перед работой, то есть ем максимально много углеводов, вот, ну, минимум белка там. Ну, как правило, то есть, это может быть даже, как, нестандартно для завтрака, там, пюре, допустим, съесть, картофельное, и, там, те же, не знаю, ну, битки, вот, мясные, чисто там из филе, либо со свинины. Ну, то есть, нестандартно. Бывает, что в завтрак включаю, там, чисто кашу, вот, кашу, там, ну, как правило, овсяную запариваю водой, то есть, молоком не могу, то есть, у меня на молоко отдельно. Ну, да, то есть, я не знаю, там, лактоза, не лактоза, но мороженое, к примеру, оно тоже из молока сделано, то есть, я могу есть, ну, и, там, гейнер, либо протеин смешать с молоком, и тоже, в принципе, усваивается, да. Вот, ну, чисто ганим молоко, то есть, возможно, это с детства еще заложилось, когда бабушка меня, там, однажды напоила коровичьим молоком. Максимум калорий утром, в обед, то есть, это такой, идет перекус, я с собой не беру сейчас, ну, как бы, да. Тренерлок нету нагрузок? Тренерлок, да, нету нагрузок нету, то есть, поэтому этого хватает пока, да. Скажи, пожалуйста, ты слышал вообще в модных течении, да, вегетарианство, веганство, слышал? Конечно. Слышал. А у тебя в рационе, конечно, мясо есть, ты их мясо употребляешь? Да. Мясо, рыбу, кровь, желудка. Да, то есть, я не веган. Ты не веган, ну, не вегетарианец, да. Ну, да, я мясоед. Скажи, а как ты относишься к тому, что есть спортсмены-вегетарианцы? У тебя есть вообще друзья и спортсмены-вегетарианцы? Нет, у меня лично в друзьях нет таких ребят. Ну, а как ты вообще относишься к вегетарианцу? Возможно ли спортсмену-вегетарианцу так же полноценно делать спортивные результаты, как и не-вегетарианцу, как и мясоеду? Знаешь, мое мнение, чисто я особо не озадачивался этим вопросом. То есть, у меня, в принципе, отношение к веганам, оно нейтральное. Ну, то есть, это его выбор. То есть, он, видимо, вступил в этот путь. Да, то есть, став веганом. Возможно, он прочувствовал в этом эффективность. То есть, его там, ну, я знаю... Вегетарианцы-режимные. Ну, то есть, который... Ты знаешь, который победил Макгрегора. Именно, Нэй Диас. Нэй Диас, да. Да, 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 Нэй Диас. Вот. Ой, я его знаю, что он именно считает... То есть, он вегетарианец. А знал это, узнал это относительно недавно. То есть, для меня это был шок. Вот, как бы, как, ну, боец ММА, то есть, ну, который там подвергает тело своим таким нагрузкам, да, сумасшедшим, умудряется восстанавливаться чисто на белке. Ой, ну, на растительном белке, то есть, не без мяса, без рыбы. То есть, ну, для меня это шок. Ну, как он говорит, он свое тело так лучше чувствует. То есть, ему важно не то, чтобы там какая-то была закрепощенная мощь. То есть, ему больше надо движение. То есть, он такой, как бы, да, свой стиль ведения боя. Вот. Но он, как бы, считает, что ему, ну, вегетарианство помогает. Вот. В принципе, такой, ну, такой человек, как Нэй Диас, его мнение, то есть, мне, конечно же, ну, как минимум прислушаться я могу. То есть, воспринимать как должное, да. То есть, ну, я, конечно, веганом не буду становиться. У меня немного другие взгляды, да. Но я также, то есть, ну, не могу сказать, что это плохо, что есть люди, которые, ну, этого придерживаются. То есть, у меня лично нейтральное отношение к вегетарианствам. Не считаю, что это круто, не считаю, что это плохо. Помимо этого, помимо Диаса, еще знаю такого атлета, он сейчас, наверное, занимается этим бобслеем профессиональным. Алексей Воевода, может быть, слышал. Человек сначала начинал с армрестлинга, боролся, то есть, ну, на руки, ему не было равных. При том, что он, ну, боролся с людьми, там, которые могли, там, на 20, на 25 килограмм быть тяжелее его. То есть, он по своей статуре, как бы, ну, мощный парень. Ну, всем, кому он интересен, там, загуглите, посмотрите его. Вот. Ну, то есть, парень наш с Украины, от природы очень силен. И он говорит, что, то есть, он восстанавливается исключительно на растительном белке. Он не ест мясо. Для меня это тоже был сильный шок. Да, парень с такими объемами, да, вот, сохраняет их на растительном белке. То есть, он даже с помощью веганства, он умудрился стать, вот, самым сильным человеком в мире, там. Ну, вдобавок, если говорить еще за мое питание, да, то, вот, я рассказал лишь о том, когда в период отдыха, так называемого, когда ничем ты себя не мотивируешь, занимаясь, ну, заниматься вполне, как там было раньше. То есть, когда были, в принципе, и объемы, то есть, ну, этому, ну, как бы, как результат. То есть, когда ты гнался за формой, гнался за каким-то идеалом, да, то есть, набирая вес, там, смотришь на свою форму, как она меняется, тогда, конечно, питание было более ужесточенное. Я, в принципе, не скажу, что я там, прям, даже когда у меня была пиковая форма, то есть, весилая порядка 94 килограмм, при этом вес был, ну, достаточно сухой, как, как на мое мнение. То есть, это мышечная масса. Мышечная масса, при том, что, в принципе, основной мой, ну, то есть, основной мой процент из пищи, что я получал, это были, там, углеводы, то есть, белка я сравнительно с углеводами очень мало ел. То есть, я мог съедать полкилограмма гречки в сухом виде, естественно, то есть, взвешивая на целый день, за день съедать. Вот, и порядка, там, 300 грамм мяса, то есть, куриного, там, свинины или говядины. То есть, в основном, ушла, получается, углеводная пища? Ну, конечно, это служило хорошей энергией, вот, но факт в том, что, не знаю, возможно, мое телосложение относится к тем, к тому типу, который, там, быстро теряет эту всю энергию, то есть, быстро израсходует. Ну, из серии, там, эктоморф, знаешь, там, который, у которого быстро имен веществ, да, в принципе. Ну, то есть, никогда в жизни, там, ну, ни при каком питании, что, там, за все 26 лет, который мне сейчас ни разу не был жирным, вот именно жирным, чтобы было какой-то, там, диспропорции, то есть, большой живот какой-то, да, был обычно, то есть, ну, там, худощавым, там, до определенного возраста. Потом, когда серьезно начал этим заниматься, да, там, спустя какое-то время я уже, действительно, набрал обороты, даже не заметил о том, что, как я изменился, вот, то есть, когда, ну, то есть, настраивая себя на хороший режим, то, соответственно, питание здесь тоже, ну, как бы, не относится на второй план. И, в принципе, я скажу, что в моем случае, чтобы держать хороший вес, нужно было вообще жить, наверное, вот, жить едой и тренингом. То есть, в принципе, на другое, я как-то не знаю, не получалось отвлекаться. Ну, то есть, твоя голова погружается в это все, то есть, ты просыпаешься утром и знаешь уже, какие упражнения будешь делать вечером, то есть, после работы, вот, в каком порядке, то есть, ну, в каком, получается, стиле, там, не знаю, на быстрое мышечное волокно, на медленное, да, то есть, ну, ты, по сути, этим живешь. Но в какой-то момент мне показалось, что это есть немного дико, так как, там, я не стремлюсь к тому, чтобы выйти на сцену, показать там себя, то есть, в любой из категорий, там, энцфизики или классики, я к этому не стремлюсь. И, соответственно, я посчитал, что вот чрезмерное внимание от этой деятельности, ну, то есть, не ставив в себя четкие, там, высокие планки на что-то, то есть, это глупо, вот. И я, как бы, решил сократить немного тренинг, соответственно, это на форме тоже сказалось, но я уже не так сильно поглощен в это и, ну, как-то уже равномерно распределил, там, с другими, даже, более важными вещами в жизни, которые происходят. Ну, да. Вот, как-то так. И чуть бы расширил спектр своих интересов, чтобы развиваться более, скажем так, более односторонне. Возможно. Потому что все-таки спорт, он занимает очень много времени, чем самым страдает, говорится, развивается. Конечно, когда у тебя в цели, там, выглядеть, ну, лучше, чем, там, все возможные люди, да, конечно, то есть, это требует, ну, очень большого внимания к самому себе. То есть, я заметил, что, там, допустим, там, не то, что самооценка, а уровень эгоизма, да, намного тоже вырос. То есть, вот, все для себя, для себя, там, вот, любой, там, не знаю, девушка приготовит, там, покушает. Ну, то есть, много съедал, бывает, там, лишнего переедал. Ну, и это тоже, как бы, сказывалось на том, что, мне кажется, это неправильно. Вот, и... Ну, и влияет на привычных. Да, мне много кушать надо, когда, ну, то есть, если много тренируешься, ну, по-другому никак, по-другому вес набирать не буду. Неожиданно, мы развернули еще какую-то тему, затронули, это спортивных предпочтений и, скажем так, фанатичного подхода. Да. Потому что есть еще жизнь, я согласен. Женя, спасибо тебе большое за интервью. Думаю, что мы еще раз встретимся, увидимся. Не вопрос. Всего. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok